Всем привет! Литвичка тут тоже ходит. Сюда была Ласточка из Сочи. А может быть даже в Краснодар. Мы с вами сейчас прогуляемся на рыбацкий поселок. Специально начинаю вот здесь, вот с Сочинского шоссе. Ну, чтобы у вас было представление, как далеко идти от трассы. Скажу сразу, там наверху Сочинское шоссе, улица Моряков. Какая там еще всякая? Маяка. Маяков, моряков. Топаем в сторону моря. Ну, это Ласточка у нас, ну, одна из самых таких вот часто посещаемых, скажем так. Все, кто живет в районе Сочинского шоссе, Маринского шоссе, все ходят у нас здесь. Рада отвезет вас даже в Абхазию, пожалуйста. Можно съездить. Телефончик вам для информации. Кто живет, вот, пожалуйста. Отвезут вас и в Абхазию, и по месту здесь всякие джиппинг, пиппинг, туры. Я люблю чай тоже, посмотрите. Человек, рожденный в СССР, между прочим. Хохры-мухры. Можно прикупить арбузиков, абрикосиков всяких, малинки вон, прямо здесь же на месте. Ну, а мы на рыбацке. На рыбацке. Сегодня у меня насыщенная программа. Сегодня с дневным обзором. Мы несколько задержимся. Хотя вы это все равно увидите, это в дневной обзор уже намного раньше, чем этот ролик. Извините. Очередь, ребята, очередь. Я не успеваю все выкладывать. Я читаю комментарии, где вы просите показать тот дом, этот сей. Прошу прощения. Вот я чисто физически уже как бы того износился. Нет у меня столько времени ходить, показывать индивидуальные дома. Поэтому я стараюсь показывать вам, как реактивная система РСЗО. По площадям работаем. Пятерочка работает. Все работает. Все классно. Вот. Ядя тоже подтверждает. Работает шмятерочка. Все по 35, пожалуйста, здесь есть. Фирменное динское пиво. От 45 рублей пол-литра. Как бы вот так. Вкусно пахнет, я так понимаю, чаями. Фрукты, овощи, тельняшечки, рыбочка. О, можно рыбку вашу показать? Смотрите, тут всякие закупки. Согласен, виноват, неправильно сформулировал вопрос. Сельдь, толстолобики, барабуля. Пожалуйста, кто хочет барабулю, все сюда. Пожалуйста, вот такая красивая. Спасибо большое. Так, ну, проезжайте, проходите. Здесь весьма тяжело. Проходить узенькая. Дорожка. Проезжать тоже не очень широко. Иногда тут тяжело разъехаться. Я машинку ставлю там, где-то подальше, потому что здесь въезд на рыбацке будет закрыт. Так, но сейчас я должен все-таки внести ложку дегтя в плане рыбацкого поселка. Я пока не встречался, не знаю, вот с моими подписчиками, которые, не знаю, может быть, они не видели этот ролик, может быть, не были на эфире. Сложилась такая ситуация, что люди приехали, забронировали, по моим рекомендациям, доранее, коттедж на рыбацком поселке, как я понял, здесь где-то. Какой, что, именно кто, не знаю, к сожалению, извините. И вот в момент выезда им позвонили и сказали, что цена подросла. Не на много, всего на полторы тысячи в день. Люди было уже согласились. Думаю, ну что делать, с детьми же едут. Тут уже как бы не доживут, тем более в июле-августе, сами знаете, сейчас уже очень много забронировано. А им потом опять перезвонили, сказали, приезжайте чуть-чуть попозже, через, я так понял, что в районе, в общем, поздно вечером. Они же планировали пораньше приехать, а им сказали поздно приезжать. Ну, естественно, людей обидели. И они приняли решение изменить место дислокации, так сказать. Найти себе другое жилье. Понять их можно, а вот хозяев понять нельзя, ребят. Но если же договорились, если же вы получили залог, то, наверное, уже все. Менять цены нельзя. На всяком случае, мы работаем именно по такому принципу. И те, кто нас бронировал даже в прошлом году, когда выезжали, они заселяются, естественно, по ценам прошлого года. Как бы так. Я думаю, что это правильно. Там какое-то шоу идет на территории озера Дивного. Алеандры цветут красивенькие. Справа от нас озеро Дивное. Там лебеди, гуси. Территория закрыта, поэтому я максимум, что могу сделать, это полетать над ней. Но я пока не планировал это делать. Так как у меня сейчас прогулочка на Рыбацкий. Куда мы уже, в принципе, практически дошли. Место колоритное, интересное. Если бы не было таких вот ситуаций, было бы еще здорово. Хотя, скажу вам, с другой стороны, я имею в виду, со стороны отдыхающих, тоже бывают подобные штуковины. Они просто все договоренности разрывают. По одной такой им ведомой причине. Ну, естественно, могу что-нибудь выдумать. Итак, Рыбацкий. Шашлыки, машлыки. Здесь просили не показывать. Людей полно. Температура воздуха плюс 25. Роллы. Вкусно все, все вкусно пахнет. Останавливаться я пока не буду. Пока мы просто идем к морю. Дабы хронологию не нарушить. А потом ребята обещали мне тут устраивать шоу. Что-то шоу, шоу мы. Подойду, спрошу. Может быть, сегодня и будет такое шоу для нас. Людей, смотрите, сколько много. Всякая, всячина. И рыбка. И сувенирка. И кепочки красивые. И деревяшки всякие разные. Ракушки красивейшие. Тут уже, вон, видите, очередь образовалась. Шоу сегодня будет у нас? Будет. Я пошел прогулять, потом зайду, тогда обязательно. Все, пойдемте, шоу нам пообещали. Чебуреки, самса, 100 рублей, хачапури, пожалуйста, вкусные. Там где-то Зоя спряталась, наверное. Что-то там взвешивает. Сейчас здрасте скажем, пойдем дальше. Зоя тоже занята, ладно. Она вся в дела, ладно, не будем мешать. Занята девушка, занята. Смотрите, какие толпы народы гуляют на Рыбацком. До моря осталось всего ничего. Я его уже вижу. Погодка отличная. Тепло, хорошо. Прохладительные напитки. Голодкостворное ствольное и нарезное оружие. А мы на границе пляжей Чайка и Лагуна. Я вам сначала все-таки покажу море. Чтобы у вас было представление. Это мальчик не намажет, а по маме, наверное, стоит. Вот оно море. Считаю, вот сами смотрите, со сколько времени мы дошли. Вот буквально от этого перекрестка. Точнее, от Сочинского шоссе. Сап, серф, обучение. Флаг какой-то непонятный. Словакия, Саввения, Нидерланды. Бог его знает. Ладно. По пляжам это потом. Пойдемте, поводим к морю. Но я на этом ролик заканчивать не буду. Пойду сейчас по набережной, пройдусь, естественно. Знаю вашу слабость. Людей, как видите, полным, полным, полно. Путится прогуляться во все стороны. Может быть, сделать большой-большой круиз. У нас до пляжа Касабланка. Но я же, блин, зажарюсь тут. И дневной не успею сделать. Все. Пойдемте на набережную. Посмотрим, что на набережной там. Тут Майкопская по 60 рублей. Где-то я тоже кое-что видел по 45, кажется. Или это было другое? Не-не-не-не. Азиатские техники. Массажа. Такие вот навесики на пляже лагуна. Музыкальные произведения. Яхты, бананчики, кораблики. Девушки в кине сидят симпатичные. Одна игра 200 рублей. Это вот этот мяч и бильярд. Теперь я понял, что это такое. Металлические. Металлоискатели, извините. И прокат, и динокли. Подсматривать за кем-нибудь. Ну, до чего дошли. Матрасы. Все можно тут арендувать. Вот это вот хорошо. Два бокала пива. Я бы сейчас с радостью вот так вот разогнал, если пошел бы дальше. Вплоть до... Вплоть до туда. До салюта. Но, наверное, все-таки ограничусь. Прогулка. Хочется и на салют сходить, конечно. И на Касабланку завернуть. Но я же Балтику не раскрыл. Тема не раскрыта, как говорится. Смотрите, у Фюкасапов. Корабликов всяких. Яхт. Лето, одним словом. Здесь, кстати, по свободней пляже. Смотрите. Пустые, я бы даже сказал. Дальше уже пошел пляж Урал. Санатория Лазвецкая. Там дальше еще. Еще дальше Касабланка. Ну, а мы с вами зайдем в кафе-бар Анжелика. Точнее, зайдем, пройдем рядышком. Рядом с ним и, соответственно, заглянем в Балтику. Анжелика закрыта. Слава богу, туалет открыт. Воздух на 14-е 27, вода 20. Что-то они, что-то не купить, мне кажется. Что-то не может такого быть. Кафе Анжелика. Молочные коктейли. Тут что-то тоже вкусненькое готовят. Шалма маленькая, шалма большая. Цены пляжа. Лагуна. Нахождение в теневой сезоне 300 рублей. Прокат лежака без теневой сезоны 300 рублей. Прокат лежака в телефон. Короче, везде 300 рублей. Душ бесплатно. Туалет тоже. Кафе Анжелика. Парис Курант. Кафе Анжелика. Кафе Анжелика. Картофелька. Обращай внимание, написано маркером, поэтому если цена изменится, я не виноват. Все круто, спасибо большое. Химки. И тут химки. Они химики у нас приезжают. В прошлом году, кажется, были белгородцы. Москва. Я буду любить вас всегда. Вот такая любовь. Почерк один. Мне так кажется. Может, я, конечно, ошибаюсь. Вот набережная кафешки. Просто пицца. И сложно пицца. Обстановочка на пляже. Ничего такая симпатичная. Столовый, бар, пиво. Кузнечики, что ли? Столовая вот. Не знаю, как называется. Достаточно много людей. Все столики практически заняты. На 90% точно. Дельмар. Во. А вот эти вот заведения со счетом, походу, не работают. Видите? Пока нет. В кафе лучший шашлык от Армена. Цен нет. Есть только надписи. В пальмах называется кафе. Есть нет таких советских времен. Навесики, столики. Ну, а тут, как всегда, рыбка. Вы знаете, что на рыбацком тут недалеко прям рыбку-то ловят и коптят. Лов 60 рублей. Классный. Написано. Раки. Мохито. Рыба. Вот такие вот раки. Рыбка недорогая. 350 рублей всего лишь. Мороженца. Вы здесь сами видите сколько. Главное, чтобы не зашибли еще меня с камерой-то иду. Вот такой вот рыбацкий. Там рядышком чайка. Ну, чайка, это уже будет другая история. А может, и не будет вообще никакой истории. Может, мне лень будет идти. Я ее оставлю, допустим, на Папуум. Кто его знает. Жигули 60 рублей. Лада 70. Ну что, друзья, все. На этом лобаске мы с вами закончим. Внутри дворик я не схожу сегодня. Ну, не вижу смысла, так как там домики. Просто домики. Всем пока. Всем до новых встреч.